Друзья дорогие, семья Савченко вновь приветствует вас на своем канале. Сегодня у нас 12 февраля 2016 год, и мы вновь с вами в живом общении. Меня зовут Алексей, и рядом с мной моя жена Лидочка. Да, добрый день. Добрый день, утро или вечер, в зависимости от того, что. И мы сегодня очень рады выйти в очередной, как называется у нас, обзор, недельный обзор, ответы на вопросы. Вот, и будем начинать, да? Да. Будем начинать. Как обычно, мы вначале сделаем короткий такой обзор нашего канала. После этого наши детишки, они поприветствуют новых наших друзей-подписчиков такими маленькими вот салютиками, хлопушками. Вот, после этого будем дальше продолжать общаться и отвечать на вопросы. Итак, неделя у нас была хорошая. У нас просмотров было 23 449. Вот, кому понравилось 420, кому не понравилось 22. Комментариев было 139. Спасибо всем за комментарии. И кто поделился со своими друзьями где-то в социальных сетях 86 человек или 86 раз, спасибо вам тоже. Итак, 10 первых стран, которые у нас в десятку вошли. Это, перечисляй. Первая, кто думаешь? Россия. Россия. Вторая. Америка. Украина. Третья. Америка. Америка, правильно. Это у нас тройка постоянно идет. Четвертый Казахстан, пятая Беларусь, шестое Германия, седьмое место Молдова, восьмое Израиль. Нам очень интересно, если кто-нибудь захотел бы откликнуться из Израиля, очень приятно. У нас в Израиле тоже десятку очень часто входит Израиль. Девятая Азербайджан и десятая Киргизия. А у нас Азербайджан был уже, нет? Не помнишь? Я служил с ребятами из Азербайджана. В Таллине мы служили. Очень приятно. Киргизия у нас впервые вошла в десятку. Всех приветствуем, всем очень рады. Значит, мужчина или женщина у нас смотрит, понятно. Ну, отвечай. Женщина. Правильно, правильно. Женщина у нас побольше смотрит немножко, чем мужчина. Вот. И на этой неделе у нас подписчиков было 263 человека. Мы очень рады вас всех приветствовать, новых подписчиков наших друзей, дорогих. И всего у нас сейчас 2631 человек подписчиков. Так что наш канал потихонечку растет, и мы очень рады новым-новым-новым друзьям. Народ, давай сюда. Итак, останется ровненько. Будем приветствовать наших друзей. Здесь вот Владимир. Как тебя зовут? Ангелина. Ангелина и? Маргарита. Маргарита. Сейчас я включаю музыку. Подождите. Поехали. Приветствуем всех наших друзей. О, красота какая. Все? Все? Что-то вам быстро сегодня. Спасибо. Молодцы. Спасибо. Друзья, давай. Спасибо. Все, бегом. Так, друзья. Мы будем продолжать. Приветствие у нас, как говорится, закончено. Теперь мы начнем наше движение вперед. Вот. Ну, во-первых, я скажу, что я молодею потихоньку. Лидочка у меня давно молодеет. Каждый день. А я вот молодею. Обычно люди с возрастом немножко это самое, как сказать. Стареют. Ну, скажем, взрослеют, да. А я молодею. Я решил, как говорится, убрать все, что... Да. Все, что... Все, что меня, как говорится, да. Ну, щелчки у меня стали сразу такие большие, но это ничего. Главное, что это самое. Молодость. Что я говорю, жена у меня молодая. Молодая в душе. Как? Молодая в душе, главное. Спасибо. Вот, и жена молодая, надо не отставать. Хорошо, мы решили вот такую вещь внести. Маленький штришок такой. Если вам будет интересно, вы можете в комментариях потом оставить. Ну, то, что мы говорим о общем развитии канала, для кого-то интересно, для кого-то нет. Мы обычно краткой строкой пробегаем, чтобы время не занимать. Вот. Но мы решили так, чтобы, может быть, делать. Например, во время нашего обзора, такие короткие, но самые яркие события, которые произошли за неделю. Может быть, интересно будет. Да, так нормально будет? Вот мы хотим вас спросить, если вам это интересно будет. Мы долго не будем растягивать, хотя бы самое-самое яркое, именно в нашей семье, что произошло. Мы видео не можем снимать за всем этим делом, как говорится, успевать. Ну, хотя бы просто сказать, да? Ты приготовила сегодня парочку интересных вещей? Что на этой неделе было? Громче говори. Нашей старшей доченьке Викочке исполнилось на этой неделе 15 лет. Да. Викочке 15 лет. Это большое событие. Да, растет наша девочка, и мы вместе с ней растем. Да. Еще что? Ну, ты пока вспоминай. Была буря большая, очень большая буря, в понедельник, в прошлое. Я ехал на работу, я ехал в Саус-Дакот, там разгружался, в воскресенье, да, вечером. Ветер был 50 миль в час. Я не знаю, сколько, пары ветра были больше 50 миль в час. В общем, ураганный ветер. Слава Богу, что я был груженный, сильно груженный. Был, ну, под завязку, в общем-то, плотно шел к дороге. И даже сильно груженный, меня так бросал, вот так вот, трейлер по дороге. А я по проселочным дорогам ехал. В некоторых местах мело так, что все машины останавливались, просто невозможно было ехать. Страшно? Страшно. Ночью еще ехал. В нем, может быть, еще как-то ты что-то видишь, а ночью вообще, только темнота и свет, фары. Так что вот я боролся, слава Богу, все хорошо, все в порядке, потихонечку туда-обратно. А сейчас погодка восстановилась. Так что, ну, это, может быть, вам не сильно интересно, но для меня это было очень знаменательно. Я потому что выбрался оттуда, думаю, о, хорошо, замечательно. Что у нас еще на этой неделе интересного произошло? Сегодня Лидочка была на родительском собрании. У нас родительское собрание тоже в школах есть, да. Детей хвалили или ругали? По-честному? Ну, в основном, хвалили. Хвалили, хорошо. Сказали, что хорошие детки, хорошо учатся. А сказали, что у них хороший папа с мамой? Нет, не говорили такого. Как-то жалковато. Хорошо, надо им пряники тогда купить, раз они хорошие. Надо? Хорошо. И мне немножко. Хорошо, ладненько. Больше не было событий никаких? Ну, хорошо. Мы не будем, как говорится, придумывать ничего. У нас каждый день что-то происходит, поэтому так, может быть, яркие такие фрагменты сказали. Давай переходим. Говори. Я была у хиропрактора. А, да, сегодня Лидочка, в общем-то, так немножко ее там повело, как говорится. Пришлось ехать к хиропрактору. Слава богу, что ничего такого сильного, проблемного не случилось, да? Просто там что у тебя? Бедра выскочили, диски и позвоночник. Не сильно. Тазовая кость смстилась, и диски в их куда-то выпали. Ты моя маленькая, тазовая кость? Да. А где она у тебя? Надо поискать. Да, так что все хорошо, мне вправили, теперь уже будем ждать, пока все наладится. Хорошо, ладненько, да. Переходим тогда мы к вопросам. Да, вопрос. Но тут так много вопросов ко мне, что я не знаю, может быть, мне... Ну, давай ты коротко отвечай, а если сильно длинные вопросы, может быть, тогда просто отдельные видео будем делать. Ну, вот, например, для тебя вопрос. Да. Татьяна Ви. Очень понравилось видео о дне мамы. А может быть, Алексей снимет свой день? Я знаю, особо нечего в пути снимать, но все же будет интересно. Не проблема. Кто писал? Татьяна. Татьяна, не проблема. Сниму обязательно. День папы сниму и хорошо засниму. У нас там есть парочку видео с траком? Я жду весны. Как потеплее, так парочку еще сниму. Если интересно. Просто я смотрел, что там просмотров не очень много. Думаю, наверное, людям не интересно это. Вот, поэтому я и... Спасибо. Будем иметь в виду. И еще она спрашивает, когда будут влоги. Влоги? Да. Влоги будут завтра. Ну, завтра же суббота. Люди будут смотреть, это же влог, то, что мы сейчас сделаем, нет? Ну, да. Ну, да. Лишь, отвечай правильно. Клуб Рыволовный спрашивает. На улице было холодно, но никто не простудился. Про какое-то там видео мы на улице. А в случае простуды, какими лекарствами или домашними средствами вы пользуетесь? Болела ли семья гриппом? Какую помощь в таких случаях оказывают местные врачи? Был ли когда-нибудь карантин в школе? Принимают ли дети регулярно витамины и средства для поднятия иммунитета, так активно навязываемые российскими врачами? Ну, во-первых, как мы лечимся? Нюхаем чеснок с луком. Вот. По вечерам обычно. Говорят, что если лук порезать и положить где-то на полочке, то все вирусы из дома убегают. Правильно? Ну, да. Ну, это правда. Да. Это народное средство. Ну, да. Ну, это интересно. Ну, только вонять луком будет везде. Вонять, а пахнет. Отвечай, если можешь. Только неподробно, коротко. Пьем мы витамины регулярно. Да. Стараемся поднимать иммунитет, чтобы не заболеть. Поэтому, потому что если у нас было такое раньше, когда мы вообще ничего не принимали, то у нас раньше было, что вся семья начинает повально болеть и очень тяжело, когда все дети болеют. И в конце обычно заболевала всегда я. Это еще тяжелее. А я на траке уезжал обычно из дома в это время. Но я тоже болею. Так что лучше стараться держать себя здоровьем. Коротко. В этом году, слава богу, у нас не было эпидемии. Может быть, в других семьях было. Да, в прошлом. В этом году, да, у нас пару детишек, там, насморк и все. И слава богу, замечательно просто, да. Мы пьем витаминчики, так стараемся регулярно. Может, не очень, но стараемся. Поддерживаем. Здоровечко хорошо поддерживать, конечно. Карантин в школе был, как мне кажется, наверное, один раз только за всю историю нашу, когда очень много болело детей. Наверное, года три-четыре назад. Ну, так сильно нет. А что делают врачи в это? Интересно то, что наши врачи, где мы живем, они советуют пользоваться народными средствами. Потому что всякие эти, то, что в магазине продается, они говорят, что, ну, там температуру сгонят и все. Так что вот так. Никто нам ничего не навязывает, но мы сами, как говорится, ищем пути, чтобы так поддерживать свою здоровьечку. А такого обязаловки какой-то нет. Катерина спрашивает, Лидия, вы отдыхаете днем? Вы хорошо выглядите, не похожа на замученную домохозяйку. Есть помощники по хозяйству? Тут и дай я хоть на тебя-то погляжу-то. Дай хоть я рассмотрю тебя. Катерина, спасибо за комплимент. Да, спасибо. Комплимент это мне комплимент, значит. Спасибо большое. Конечно, помощников у меня много. И большие, и маленькие. Даже бывают маленькие. Что помочь, что помочь. Мы хотим помочь. Все ходят вокруг. Иногда приходится даже их выгонять из кухни. Но помогают, конечно, много дети. Я хочу засвидетельствовать. Можно я засвидетельствую? Да. Эта женщина, она молодец, но умничка. Свои 35 лет. 35, не ошибся. И после 9 детишек, слава богу, за каждого из них, она всегда зарядочку туда-сюда, утром там немножко все. И выглядит просто как девчонка. Спасибо. Так что, да, что помощники это одно, а второе, что она сама старается за собой следить. Ты добрый. Anytime. В любое время. Не, ну я правду сказал. Я не польстил тебе, правду сказал. Вот тебе вопрос теперь про бани. Про баньку? Да. Давай. Если это спрашивает Надежда. Надежда про бани спрашивает? Да. Она спрашивает, бани есть русские в ваших краях? Это же так здорово в такие морозы попариться. Милое дело попариться в такие морозы. Но у нас, мы живем, у нас здесь нет эмигрантов, то есть русских или с России или с постсоветского пространства, у нас нет. Поэтому у нас здесь русских именно бань нет. У нас сауны есть такие, скажем там где-то, вот. Но возможно сюда ходить нет. Попариться любим, да? Ну как любим, это интересно. Ну да, американцы, наверное, не делают бани. Ну да, они не сильно любители этого дела. Они каждый день по три раза в душе моются и счастливы. Вот, поэтому здесь все, как говорится, цивильно. А банька, да. Я как-то однажды рассказывал американцам про русские бани. Ну я имею в виду там, я-то жил в Эстонии, когда переехал в Америку. Вот. И я говорил, что там вот все, кто идет, мужское отделение, женское отделение, и там человек 100, 200 бывает, зависит, большая баня есть. И все там. Они, конечно, они долго смеялись. Ну конечно, по-американски это неприлично. Ну да, им было очень все интересно. Хорошо. Да, пойдем дальше. Да. Ольга спрашивает. Спасибо вам большое, Лидочка, ждем от тебя рецептов. Еще вопрос. Смотрю, у вас все девочки всегда в юбочках, в платьях, и Лидочка тоже. Вы брюки вообще не одеваете, не носите? И так же, как вы относитесь к косметике? Смотрю, что вы не накрашены, но хочется знать ваше мнение. Да, вопрос, вопрос. Вопрос интересный. Он такой огромный вопрос, что сразу не отметишь. Мы не то, что вообще брюки, они не носят брюк, да? Вот. Но в основном, как бы, стиль одежды, это платье, юбки, женское такое, да? Больше. Исключения бывают, конечно, там, скажем, снег на улице, там, побегать, попрыгать, одевают там и сноупенсы, всякие другие шаровары. По снежку побегать детишки. Хорошо. Ну, я имею в виду, что бывает и платье, и юбки, может быть, неприличные, поэтому мы носим приличные. Естественно, да, да, да. Я не то, что да. Все правильно. Да, бывает платье, юбки, они... То есть, смотря, что люди подчеркивают тем, свои одежды. У нас нет такого закона, что там даже на улицу, в снег, и там, и то, и все, и все, только в юбки идти. Вот. Но в основном, да, 95% стараемся. По отношению к косметике есть природная красота. Или мы правильнее скажем, Бог дал человеку, да? Внешность. Вот. То есть, для меня, например, взгляд на эти вещи такой... Ну, для меня мы как бы вместе рассуждаем, что когда женщина начинает сильно увлекаться косметикой, да, то она в какой-то мере превращается, ну, немножко в искусственную женщину, потому что она не выглядит так. Сегодня приклеивают ресницы длиннющие. Это красиво может быть, но это же не натурально. Они отпали ночью. Муж проснулся, смотрит без ресниц. Вот. Не, ну, в какой-то мере, да. Или, скажем, ну, там ногти наклеивают большие, там, скажем, пластмассовые ногти. И чрезмерно это сами. То есть, это придает искусственность, не натуральность, искусственность. Первое. Второе. Нехорошая косметика, некачественная косметика, она будет обязательно отражаться на теле. Правильно? Да. Вот. Отражаться будет на теле, особенно на лице, и через время это будет ощутимо. Косметика натуральная стоит огромнейшие деньги, настоящие. Может быть, там где-то, как сказать, натурально. Вот. Но опять же, я уже сказал, это придает делу, как говорится, искусственности. Вот все такое. Мы понимаем, что красота, так даже написано в Библии, да, красота женщины, где? Внутри ее, в сердце, да? Посмотри на меня. Вот, да, то есть красота в сердце, красота вот в улыбке, красота в светлости, очей, в доброй душе и так далее. Поэтому мы к этому относимся очень просто. У нас просто всего этого нет и все. Виктория спрашивает, она, это вопрос, наверное, ко мне. Она говорит, снимайте побольше видео о многодетной семье, из семьи, а еще расскажите, пожалуйста, как в Америке вы обследуетесь во время беременности, во сколько недель вы встаете на учет, УЗИ, проходите или отказываетесь, и еще она ждет от меня песни. Во время беременности мы обследуемся вот так. Расскажи. Ну, во время беременности можно вставать на учет сразу, как только узнала женщина, что она беременна. Сразу можно прийти, и тебя определяют к врачу, сдаешь себе анализы, и потом каждый месяц, раз в месяц нужно приходить на обследование, а уже, наверное, седьмой месяц там через две недели, а уже последний месяц каждую неделю. Но это не обязательно, конечно, лучше, но не обязательно. УЗИ мы всегда проходили один раз во время беременности, если никаких нет угроз, то один раз, и мы всегда узнавали, кто у нас будет, мальчик или девочка. У нас обычно были девочки. Да. Мы все равно узнавали. Да, так что, конечно, здесь очень они следят и очень хорошо относятся всегда, независимо, сколько у тебя беременности, 5 или 10 или 15, врачи всегда очень хорошо относятся. Ну, особенно у нас, в нашей деревне. В Чикаго там, может быть, немножко по-другому чуть-чуть, а здесь еще с большим таким расположением, потому что все друг друга знают, такие добрые люди. Виктор Лопатин, Виктор Лопатин. Да, это какие-то твои друзья. Друзья, друзья. Виктор, дорогой. Юля, дорогая. Это Юля? Сестра. Сестра Виктора, да. Я ее не знаю лично, она училась с моей племянницей, но я так понимаю, что это она написала. Обнимайте там все кучелеры и дубосары от нашей семьи, да. Я так рад, что вы написали, очень приятно. Виктор Лидочка, отвечай, там вопрос. Да, она спрашивает, я бы хотела задать вам вопрос, как вы, малыши, отучиваете от памперсов? У Вити малыш, ему полтора года, это проблема, не знаем, с чего начать. Если можно, поделитесь, как многодетная мама, будем очень благодарны. Ну, полтора года, смотря еще какой малыш, если мальчик, мальчики, мне кажется, дольше отучаются от памперсов. У нас в основном дети все отучались только после двух лет. После двух лет? Да. Ого, я даже не знала бы. Не, ну я, это была твоя часть, твоя радость была памперсы менять. Я ее снабжал памперсами, ну не ее, а детвору всю, всю семью, да, там, детей маленьких, она их там в очередь становила и меняла. Да, в основном, в основном до двух лет. Аленочка у нас только была, ей было, я помню, год и два. Она, я, она у нас такая говоруша была, и я помню, одеваю памперс, она говорит, не надо мне памперс, не хочу памперс. И вот в год и два все, как отрезала. А остальные все почти в два года. И еще, мне кажется, очень зависит от родителей, насколько вы постоянно. если вы его решили приучить, то вот там 15 минут прошло на горшок, опять 15 минут прошло на горшок, тогда он уже привыкнет. А бывает, например, мне было некогда просто бегать, приучать. Да. Поэтому, может быть, оно и тянулось у нас до двух лет. Хороший ответ, да. Спасибо, еще пишите вопросы, Юля, Витя, вот, все там. Вопрос вот такой пришел, я боюсь имя неправильно назвать. А ты просто вопрос зачитай. Заинтриговал ты английским языком. Я? Да, что бесплатно и все такое. И они спрашивают, почему, в чем вам польза от этого, что бесплатно? В чем польза, что бесплатно? Нет, но дело в том, что в этой жизни, в этой жизни, куда ни сунься, везде за все надо платить. Но ведь можно же иногда что-то делать бесплатно. Это же, наверное, хорошо. У нас сейчас, я уже говорил, мы сейчас готовим все полностью, перерабатываем эти уроки английского языка и все. Что в 7P3 в формате вот все эти уроки будут бесплатные. Плюс ко всему, песни, которые мы поем, у нас время пока не хватает все это переделать, мы две песни уже в MP3 завели, тоже бесплатно, пожалуйста, чтобы люди качали, вскачивали или загружали, как по-разному говорят, вот, и слушали, и слушали. И почему, какая нам польза от этого? Ну, прежде всего, мы очень рады дарить людям добро. Очень рады что-то делать светлое, доброе. Мы, в принципе, канал ради этого открыли. Я говорю, мы себя к блогерам не причисляем. Я, там, блогер, я, там, Алексей Савченко, я блогер. Ну, как-то, как-то нет. Просто мы открыли семейный канал, думаем, чем-то поделимся. А так пошло, пошло, стало как-то народ подходить больше и больше. И оно уже чувствует какую-то потребность в этом, что люди просят о чем-то. Это прежде всего, там есть пару штрихов, нюансов. Но если говорить, что какая финансовая сторона, у нас, например, наш сайт или, скажем, наш канал, даже вот YouTube канал, у нас там внизу будет такой линк небольшой для тех, кто хочет поддержать или помочь в развитии нашего канала или просто нашей семье. В любой стране, с любой страны и так далее. Ну, это абсолютно на добровольных, так сказать, возможностях или добровольно абсолютно. То есть, никому не принуждая, ничему. У нас не будет таких обманов, что 10 уроков прокрутили, людей за это самое заинтриговали, а потом сказали, с 11-го, а теперь платить. Ну, так нечестно, это неправда. То есть, если мы решились, то мы уже хотим потихоньку двигаться и просто делать людям подарок. Бесплатно. Скачивайте, качайте, слушайте, пользуйтесь и радуйтесь. Вот, Бога благодарите. Вот, добрый комментарий нам напишите. Будем рады, да? Да. Так нормально я сказала? Да. Так что привет вам, дорогие друзья. Аня Яблочная, она спрашивает, такой вопрос, у тебя спрашивала про синтезатор, что ее муж купил синтезатор и там у них были какие-то там нюансы, что они не могли там правильно подключить. Потом они подключили и ждут синтезатор теперь уроки. А я вроде бы им отвечал, да? Это Алексей, наверное, ее муж зовут. Да, да, да. Алексей, приветствие. От музыканта музыканту приветствую. Тем более мы тезки. Вот. Да, ко мне иногда обращаются некоторые люди по отношению синтезаторов. Я не сильный специалист. Мне просто нет времени в них, так сказать, вникать, там, скажем, все эти модели перерабатывать. У меня есть пару там, там, Ямаха, Ямаха, там, Роланд или Корк у меня. Вот. Но я все равно сам туда далеко не ухожу, потому что я не успеваю, не хватает времени. Поэтому в этой сфере я не специалист. Немножко музыку показать, там, скажем, самые основы, там, аккорды, то все здесь попроще. Поэтому если когда люди вообще хотят в будущем обращаться с советами за там инструмент и так далее, ну, я бы советовал, может быть, ну, больших специалистов. Посмотрите, поищите, потому что я... А свои, например, Ямаха PSR 950 у меня, я могу о ней сказать. А о других мне сложновато. Вот. А так, спасибо, очень приятно. Да. Кстати, у нас синтезатор уже здесь стоит. Вы сегодня слышали, музыка играла во время салютов. А это значит... Что это значит? Это значит, что будет урок скоро. Громче скажи. Урок будет, ура! Да, да, да. Постараемся, я постараюсь, в понедельник, завтра, наверное, запишу и в понедельник. И постараюсь каждую недельку теперь дальше вести. А то, что меня уже и просят, и ругают, и уже по-всякому относятся. Уж простите меня. Ну, и последний вопрос. Аня тоже спрашивает. Традиции новогодние. Какие у нас традиции новогодние? Да. Это один из вопросов. Потом другой спрашиваю. Хорошо. Как мы встречаем Новый год? Ну, рассказывай, как встречаем. Хочешь опять ответить? А ты продолжишь? Или ты продолжишь, я отвечу? Ну, и одну традицию, которую я сразу вспомнила, это что детки любят срезать конфетки на веревочке. Они, когда думают про Новый год, они всегда сразу говорят, а мы конфетки будем резать на веревочке. И еще они, мы сидим пьем чай, конечно, после того, как мы встретим Новый год. Мы в этом году сидели до двух часов ночи, и малыши, и писали свои желания, что детки хотят сделать в этом году. Ну, не только дети, я и Леша, мы все писали, и потом зачитывали, какие желания, например, сходить вместе в парк, или съездить вместе на рыбалку, или съездить куда-то в мол, или еще что-то. В общем, у всех разные желания. Ну да. Я просто дополню еще пару штрихов таких небольших, что вообще Новый год это особый момент. даже не в том смысле, что супер какой-то праздник, а просто переход из одного года в другой. Есть о чем задуматься о прошедшем годе, и есть что-то посмотреть в будущий год. Так, да? И мы очень часто, мы обычно 31 часа часто проводим в церкви. Там у нас друзья, да, вот все собираемся. Но перед 12 часами вечера, ночи, мы все собираемся домой. Собираемся домой, съезжаемся. И я немножко рассказываю, как у нас год прошел. Говорим, рассуждаем все. Вот. Что-то вспоминаем хорошее, может быть, и какие-то упущения некоторые все. Некоторые есть мысли о будущем, но в основном это о прошлом годе. И у нас такая традиция, если мы люди глубоко верующие люди. У нас в 12 часов ровно, где-то может быть за 10, за 7 минут до 12, мы обычно молимся, семейная молитва, да? Семейная молитва. И так хорошо. Все детки молятся, ну, кто желает, по очереди самых маленьких, благодарим Бога за прошлый год, попросим прощения, что может быть что-то плохо сделали в прошедшем году, да, вот так вот. Мне так нравится еще такая вещь, что когда начинают салюты пускать где-то, да, или часы стучать 12 часов ночи, там где-то салют, там где-то начинают люди на улицу выходить, там песни петь, ну, то есть начинается уже Новый год. И мы вот именно вот сам переход в Новый год, а мы молимся. И такое вот внутри такое состояние, такое благословение, такое вот наполнение. Вот. Ну, это очень, это для нас это очень ценно. Это не то, что традиция, это ценно очень. А после этого, да, Лидочка уже сказала, мы садимся за стол, иногда мы немножко пошутим, побежим, побежим, побежим на улицу, бывает, босичком пробежимся по бэхьярду там с детишками, по снегу бегают. По снегу, да, по снежкам покидаемся немножко, а потом за стол садимся и уже там час, два, три сидим, чай пьем, общаемся, вот эти все записки пишем. Поэтому вот у нас такая традиция на Новый год. Ну, вот она спрашивает, Аня, также насчет Санта-Клауса, Деда Мороза, как мы к этому относимся. Вообще отрицаем, дети знают, что это, ну, то есть выдуманное или они все-таки как-то мы связываем там Рождество или Новый год с этими старичками? Нет, мы с этими старичками никак ничего не связываем. У нас нет, нет, ну, дети, во-первых, знают что-то вымышленное все, естественное, и у нас нет никакой, так сказать, туда-на-кого наклонения, потому что, ну, в какой смысл во всем этом, вот, то, что прилетит ночь в Санта-Клаус и провалится к вам в этот камин и принесет подарки, зачем? Дети знают, что мы подарки покупаем, что мы их складываем там в красивом месте, и все ждут подарков и так далее. То есть мы из этого какой-то культ не делаем, потому что я знаю, что Деда Мороза сейчас это как религия уже в некоторых странах, ему там и письма пишут, и он отвечает, и он там чуть ли не становится уже каким-то идолом, Дед Мороз и так далее. Ну, поэтому мы как-то к этому относимся, ну, Дед Мороз, Дед Мороз, но нас это сильно не касается. Ну да, я просто скажу, когда я училась здесь в школе, в high school, то на Рождество нам, ученикам, приносили целый горе писем от детей, из почты, и эти письма все были написаны Деду Морозу. Это здесь уже? Да. Ну, то есть Санта-Клаус. Ну, Санта-Клаус, да. И мы, это у нас специально нам давали время, чтобы мы отвечали, у нас был стандартный ответ, например, там ребенок пишет, там, дорогой Санта-Клаус, я был хороший, я хочу получить на Рождество велосипед, там, или еще что-то. И мы ему пишем, что, дорогой там Том, или еще кто-то, велосипед это хорошо, но самое главное в жизни это быть хорошим и послушным. Все, Санта-Клаус. То есть, тот велосипед, велосипеда тебе не видать. И это был стандартный ответ, что велосипед не самое главное, а главное быть хорошим. В общем, получается, неправда на неправде. Во-первых, не Санта-Клаус отвечает, а вот подростки собрались и отвечают, вот, а во-вторых, и велосипедов так дети не дождутся, а лучше, чтобы правда была. Хочешь велосипед? Папа поехал в магазин, купил велосипед, поставил, человек радуется. И Бога не забудь поблагодарить, это важно, а не Санта-Клауса, который даже на ваше письмо не ответил. Ну, простите, мы так и говорим, нам вопросы идут, мы говорим. Мы никого не осуждаем, пусть каждый поступает, как хочет, просто нам задают вопрос, мы на него отвечаем. Да? Да. Это все вопросы на сегодня? Вот как много сегодня было вопросов, это, наверное, я думаю, что у нас на прошлой неделе было всего два. И поэтому люди думают, надо побольше. Это хорошо, вы пишите еще вопросы. Да, пишите, мы будем отвечать уже так, что, чего, как. Еще раз хочу сказать, что наши ответы, наши ответы просто направлены к нам. И мы люди не спорящих, мы люди не любящие, как говорится, ну, как сказать, вести какие-то такие, знаете, острые диалоги, там, скажем, доказывать что-то, но нас спрашивают, мы сказали, мы ответили, мы никого не трогаем, никого не осуждаем, пусть каждый поступает, у каждого есть разум, сердце и так далее. Просто нас спрашивают, мы искренне отвечаем, стараемся ничего не придумывать, но так, как оно есть. Вот, так что, пожалуйста, ваши вопросы, будем рады. Итак, на сегодня пока все у нас. Друзья дорогие, на сегодня у нас пока все. Спасибо вам огромное. Давайте мы, даже я сейчас вот так вот сделаю. Ну что, приятно было побыть вместе с вами, тогда до следующего обзора или до следующих видео на нашем канале. До свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»